Очень надеюсь, что никого не шокирую своим заявлением, но я люблю беспроводные наушники. Причем как классику, так и true wireless модели. Поэтому я был довольно-таки рад, когда мне на обзор пришла гарнитура 2ES9V Sport. Во-первых, эти наушники очень-очень доступны. Во-вторых, мне было и приятно, и полезно освежить, так сказать, вкусовые рецепторы после обзоров true wireless моделей. Ну и в-третьих, об этой гарнитуре мне есть что рассказать. Приступим. Стоп, не приступим. Гарнитуру эту мы разыграем среди подписчиков нашего канала. И детали этого розыгрыша будут в конце видео. А вот теперь приступим. Начну я, пожалуй, с характеристик, потому что они, мягко говоря, не впечатляют. 10-миллиметровые драйверы, сопротивление 16 Ом, частота от 20 Гц до 20 кГц, влагозащита IPX4, 3 размера амбушюр в комплекте, находятся вместе с кабелем microUSB, Bluetooth версии 4.2, но есть поддержка EDR. Играют ушки честные 7 часов на высокой громкости, заряжаются до максимума за 1,5-2 часа. То есть, абсолютно рядовая беспроводная модель. Сказал бы я, если бы не цена 400 гривен. 400 гривен, дорогие мои. Ну, дорогие вы. А не они. Они-то дешевые. Если что, за эту сумму в каком-нибудь Fox Trot вам предложат проводные брендовые наушники такой средней вшивости. И глядя на цену, внезапно, абсолютно внезапно, 2E S9 V Sport преображаются из посредственных и малоинтересных рядовому юзеру вот такого вот крепкого средничка. В плане музыки, например, все хорошо. Никаких чрезмерных аудиовысот модель не задевает, сразу говорю. Но она играет и низкие, и средние, и высокие адекватно, сносно. Окей, хорошо, нормально. Лично мне у этой модели оказалась очень интересная звуковая сцена. Тут даже не пытались сделать какую-то большую окружающую сцену. Но звук будто натянут на струнке между вашими ушами внутри головы. То есть, звук может точечно идти либо слева, либо справа, либо одновременно. Что и дает эффект центра. Казалось бы, эффект дешевый. Но при этом каналы разведены очень грамотно. Поэтому и звук ощущается не плоско и очень интересно. Корпус для меня оказался тоже приятной неожиданностью. Потому что он выглядит очень солидно. Весь прикол в том, что модули наушника выполнены из алюминия. Да еще и с магнитиками. Хотя эти магнитики, они именно что вот магнитики. Они маленькие и слабые. То есть, они чуть ли не сами отпадают. Пластик на модуле управления, ну, не идеальный. Скажу прямо. Софт-тач, да. Но пайка могла быть лучше. С другой стороны, я видел и делал обзор на брендовые наушники такого же типа. Стоящие в два раза больше. Где пластик и пайка были, прямо скажем, не лучше. Так что тут даже я придираться не буду. Амбушюры зато с заушенными, как видите сами. Причем довольно мягкими. И для занятий спортом, наушники подойдут хорошо, выпасть из ушей им будет сложно. Причем круто, что заушены и сами амбушюры идут отдельно. Если вы заушены потеряете, вообще все, то сможете использовать стороннюю амбушюру без особых проблем. Вы, наверное, будете смеяться, но кабель мне тоже понравился. На промо-материалах его изобразили как идеально плоский и гладкий, как попа младенца. Но на самом деле он немножко такой продольно-зубчастый. И это дает ему приятную на ощупь текстуру. Вот это вот такое мелкое тактильное ощущение, оно цепляет. Не знаю, как описать. Микрофон тут среднего качества. Особого шумодава не ждите, но вас будет слышно, а большего от этой гарнитуры никто не ждет. Ну и по управлению. Три кнопки, средние для питания и паузы, боковые для громкости и переключения трека. Опять же, я видел более идиотские решения в этом плане от моделей двухкратно более дорогих. Кроме того, включаются и присоединяются наушники очень шустро. А когда более 5 секунд присоединиться не к чему, они сами входят в режим спаривания. А вот пинг нажатия тут большой. После тыкания в паузу произойдет, ну, наверное, секунда перед срабатыванием. Касательно зарядки, порт прикрыт заглушкой, силиконовой, мягкой, которую можно даже достать, не сорвав пальцы. Хотя иногда это бывает проблематично, потому что заглушка мягкая и силиконовая, опять же таки. Подводя итоги, к 2Е S9 V-Sport я мог бы придираться постоянно, к каждой мелочи. Я мог бы придираться к очень усредненному звуку, корпусу, качеству микрофона, характеристик. Но как только вы глянете на цену, то усредненность внезапно становится стандартом. Тут нет идиотских экспериментов, ни с управлением, ни с формой наушников. Эта гарнитура просто стандартная, достойная и адекватная. Да, возможно, меня прошлые обзоры некоторых беспроводных гарнитур напугали, но я стою за своими словами. За 400 гривен эта гарнитура, это просто муа. Рекомендую спокойно. Касательно условий розыгрыша этой гарнитуры, о них сообщит Денис из будущего. На самом деле, нет, не сообщит, поскольку путешествия во времени невозможны, а условия будут в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Ну а пока вы там, не забудьте написать комментарий о том, готовы и собираетесь ли перейти на True Wireless модели. Или традиционные беспроводные наушники вам все еще по душе. Про лайк, подписку и колокольчик тоже не забывайте. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok